всем привет ребят у нас сейчас опять бомбежка только что пришла с прогулки и пошла кушать и началась бомбежка хорошо хоть вниз спустилась но как всегда как вы думаете конечно же без телефона конечно же без телефона и поэтому начались и вот эти бахи нереальные не за сколько их было ребят было много штук шесть наверное нам было достаточно громко слышно вот и потом через какой-то перерыв тоже написали что что-то летит и тоже мы напряглись но слава богу не прилетела упала где-то там написали в пригороде вот такой диссонанс жуткий потому что сейчас прогуливалась и люди гуляют до заниматься своими делами потому что сегодня выходной и потом вот такая вот бомбежка просто просто бомбежка иногда знаете вспоминая что-то и когда видишь вот эти вот памятки войны так скажем до разрушенные здания какие-то там оборудование какой-то и ну в основном раздували разрушенные здания и думаешь как это вообще было возможно вообще ты не понимаешь понимаете не знаю сейчас конечно летят и будут писать за то что было очень давно но не знаю ребят извините сейчас в паблике что-то писали хочу быстренько прочитать если смогу горит многоэтажка частично взрывного не минимум четыре поверха это просто пиздец ну что дальше я вообще не понимаю честно иногда такое состояние такое настроение что ребят вчера также были взрывы вечером уже очень громкие три по моему их было 33 взрыва да и короче нам было достаточно слышно вот давайте о чем-нибудь другом наверное если что это микрофон висит купили такую подставку прикольно но я им не пользуюсь он не особо нужен но знаете для стрима вообще прикольная штука или подставка на микрофон понятное дело и давайте немножко хорошим спасибо большое иван вам за спонсорскую подписку и также немножко хочу ответить на вопросы на один вопрос который как мы передвигались когда началась война потому что транспорт не ходил есть кстати видео на моем канале по этому поводу там более подробно об этом всем рассказано описано это примерно тогда когда мы уезжали из германии ну так вскоре смогу немножко рассказать транспорт конечно не ходил и чтоб как-то куда-то добраться наверное люди кооперировались в основном конечно передвигались на своих автомобилях возможно были люди ну волонтеры люди которые помогали друг другу вот потому что в любом случае нужно было как-то добывать себе пропитание добывать себе еду и понятное дело что транспорт никакой не ходил люди не пошли также на работу потому что ну творился беспредел были взрывы я тоже должна была идти на работу у меня была смена я должна была идти на работу и я думаю как же мне сказать моей руководительница что я не боюсь я не пойду на работу ну и конечно же она позвонила и сказал что никто на работу не идет вот а тому кому надо было передвигаться честно я не знаю наверное это можно было только в пешей доступности что-то до чего-то дойти до либо же на автомобиле но возможно люди копировались и друг другу помогали скорее всего не знаю ребят как это было потому что конечно лучше и удобнее было тому у кого была машина вот сейчас также много машины которые просто стоят брошенные возле домов они уже не имеют никакого вида у них сдутые шины просто все уже там они все в песке знаете просели поржавели уже такие все поломанные стекла выбиты ну короче вы поняли люди которые уезжали побросали все ну вот и когда началась война и много побросали машины вот так они и стоят вот у нас много кстати таких моментов по городу когда ты идешь и видишь вот такие вот памятки войны брошенные машины разрушенные здания ну не знаю ребят важнее всего знаете было не имущество получается не какие-то там ценности не имущество а именно спасались сами даже вы знаете что бросали животных и осуждать тоже сложно этих людей потому что ты не знаешь как ты себя повел бы в такой ситуации потому что это могу сказать очень такая стремная ситуация которую вообще непонятно как ты можешь себя повести потому что ты уже становишься как бы не собой уже тобой управляют какие-то другие моменты ты уже сможешь становиться и агрессивным и вести себя не как обычно потому что вот это вот все напряжение ну когда ты слышишь взрывы она что-то заставляет как-то восприниматься все по-другому и понятное дело что многие животных оставляли но конечно я этого не поддерживаю в любом случае если животное не с кем оставить негде и не с кем что его не будут кормить не будут за ним ухаживать но останется голодным то конечно нужно в любом случае пытаться вывести животное потому что когда мы выезжали очень много людей было животными честно я думала что нереально вывести животное и скорее всего поэтому мы не взяли кошку на стену если бы ну когда увидел что там очень много животных с клетками перевозят то я поняла что блин вот потому что кошек тоже можно вывозить но у всех конечно своя ситуация ребят и ты еще думаешь не только про это еще про то что если у кошки будет сильный стресс то неизвестно что с ней тоже может быть и поэтому нужно как-то решать и выбирать меньшее зло как моей любимой книги ведьмаком джей сапковского ведьмак там тоже было про это кто читал тот знает вот ребят что еще вам рассказать обещала я вам рассказы до рассказ сделано просто хочу немножечко какой-нибудь антуражик немножечко рассказа вам почитаю так кому интересно ладно ребят будем читать сейчас паблики что-то пишут ужасное потому что я не знаю такое конечно настроение такое непонятное ладно ребят всем хорошего настроения хоть вам хорошего настроения подписывайтесь на канал жмите колокольчик чтобы не пропускать новые видео ставьте лайк если видео вам понравилось всем пока пока